Спорт, промышленность, культура, строительство, здравоохранение, городская среда. Практически все сферы жизни в регионе ждет цифровая трансформация. Здесь, говорят специалисты, важно наладить общение между разными ведомствами и населением. Решение уже нашли. Коллеги предложили такой вид, как экосистема. То есть это некая платформа, функционал, который будет реализован через личные кабинеты каждого участника этой экосистемы. То есть и функционал будет у каждого свой. То есть если у жителя это получение платежных документов, подача жалоб, обращение в органы власти, то соответственно органы власти будут свой функционал получать, управляющие компании свой функционал, но на единой платформе. Подобный сервис как минимум сэкономит время обеих сторон и бумагу, если дело касается документа оборота. Но участники сессии мыслили шире. Если собрать в одном месте айтишников и представителей профильных ведомств, общий мозговой штурм поможет найти не только полезные, но и уникальные решения. Мы сейчас с коллегами уже обсудили, что ряд проектов могут быть пилотными не только для нашего региона, но и в целом для Российской Федерации. И задачи, которые ставит президент перед правительством в части цифровизации, они просто суперамбициозны. Мы понимаем, что сейчас у нашей страны открыто окно возможностей. Именно в цифре мы можем продвинуться очень далеко вперед. Подобные инициативы, которые прорывные, они как правило и должны поступать, и уже поступают от тех, кто в меньшей степени айтишник, но в большей степени именно в отрасли работы. И именно такие люди могут предложить, а что им нужно дополнительно, что им не хватает, чтобы сделать больше, чтобы сделать то, что до этого момента никто не делал по причине отсутствия технологии, либо о том, что об этом просто не задумывались. Примеры есть уже сейчас. В здравоохранении развивают телемедицинские сервисы. В спорте создан навигатор дополнительного образования. В итоге участники дискуссии должны разработать и утвердить до 1 сентября единую стратегию цифрового развития Курской области. Мария Колосова, Сергей Дорохов. События дня.